Добрый день! Сегодня я расскажу вам, как устанавливать рабочий ноль на ювелирном пятиосевом станке. Данный урок я буду рассказывать и показывать на станке производства Каменского станкостроительного завода «Джевлер Максимум». Особенностью данного станка и других станков пятикоординатных является то, что рабочий ноль устанавливается в точке пересечения всех осей. То есть это особенность работы данных станков, так как вся обработка происходит вокруг этой точки. Данный станок имеет три линейные оси. Это ось Х, ось Y, а также ось Z. Также имеет две поворотные оси. Ось А, которая поворачивает у нас, и ось В, которая вращает патрон. Сейчас мы будем выставлять рабочий ноль, используя способ зарезов на восковой пластине, и тем самым будем обнуляться. Так что, начинаем! Перед началом урока станок устанавливаем в машинный ноль. Данный способ обнуления перемещает все координаты к концевым датчикам, и по ним ось и обнуляется по машинному нулю. Поехали! В дальнейшем это поможет нам при последующих обнулениях вычислить, какое расстояние от машинного нуля до нашего рабочего нуля, и не повторять эту сложную и трудоемкую процедуру. Итак, все оси у нас обнулились. Теперь переходим непосредственно к установке рабочего нуля. Так как ювелирные станки славятся своей точностью, соответственный рабочий ноль мы должны выставить очень точно, чтобы наши изделия получились качественными и красивыми. В этом нам поможет электронный микроскоп. С его помощью мы можем определить точные смещения вплоть до 0,01 мм. Оси на данном станке будем обнулять в два этапа. Первые мы будем обнулять это ось Х и ось З. Для этого нам нужно поставить нашу поворотную ось поперек приблизительно под 90 градусов. Сейчас мы с вами это сделаем. Так же нашу восковую пластинку лучше поставить поперек. Теперь, так как я и говорил, что все оси обнуляются с точки пересечения всех осей, в данном случае у нас эта точка находится здесь. К сожалению, она выходит за пределы нашей восковой пластины, но это не беда. Сразу же вам расскажу, как этот момент можно обыграть. Мы перемещаем координату Х приблизительно по центру. В программе обнуляемся и смещаемся, например, по оси Х минус 30 мм. Включаем шпиндель. Выезжаем за край пластины. Опускаем ось З до середины воска. И тоже обнуляемся. Переходим в пошаговый тип управления. В данном случае я буду шагать по одной десяткой и делаем наш первый зарез. После этого поднимаем ось З на безопасное расстояние. И разворачиваем ось А на 180 градусов. Ставим наш электронный микроскоп. И выставляемся прямо по зарезу. На микроскопе наш зарез виден вот так. Перемещаем в фрезу в положение Х плюс 30. Как мы видим, фреза немножко не дошла до нашего зареза. То есть, соответственно, ноль у нас находится по середине между вот этими двумя зарезами. Что нам для этого нужно? Нам нужно определить, на каком расстоянии находится наш зарез от фрезы. Для этого переходим опять в пошаговое перемещение. И перемещаем фрезу к нашему зарезу. Наши точки совпали. Можно фрезу подвести чуть-чуть ближе к воску. По оси Y. По оси Z точки у нас совпали. Посмотрим, что же у нас происходит на экране компьютера, который управляет станком. На экране мы видим, что вместо плюс 30 у нас положение фрезы находится в координате Х32. То есть, расстояние между фрезой и зарезом было 2 миллиметра. Мы делим это расстояние на 2. У нас получается 1 миллиметр. И, соответственно, нам нужно выделить центральную точку между ними. Получается это Х31. Здесь мы пишем Х31. Все. Данная ось обнулена. По координате Z данного смещения нет. То есть, данное смещение находится у нас в нуле. То есть, координата Z у нас в порядке. Ось Х мы обнулили. Перейдем теперь к оси A и ось Y. Для того, чтобы нам установить рабочий ноль по оси Y и проверить положение оси A, разворачиваем ось A на 90 градусов, то есть, чтобы она у нас стояла поперек. Подводим фрезу к торцу нашего воска. В данном случае у нас уже по центру здесь есть зарез, поэтому мы сместились по оси Y на минус 5 миллиметров. и опускаем ось Z в нулевую координату. Z, 0. Точно так же делаем зарез. Выводим фрезу за воск. Поднимаем на безопасное расстояние, чтобы она у нас не зацепила воск. И разворачиваем ось B на 180 градусов. И перемещаемся по координате Y в положение Y плюс 5, чтобы точки у нас совпали. Опускаем координату Z, 0. Выставляем наш микроскоп. Ну и опять перейдем к нашему экрану, посмотрим, как у нас совпали зарезы. Здесь мы видим, что зарезы у нас не совпали. Первое мы подводим ось Y. Совмещаем. Шагаем по 0,1 миллиметра. И как вы видите, между кончиком фрезы и зарезом идет расстояние, как кажется, по оси Z. На самом деле у нас смещена не ось Z, а ось A. То есть, соответственно, мы берем ось Y и также пошагово изменяем угол наклона. Чтобы наши точки совпали. Корректируем еще ось Y. Теперь мы видим, что зарезы фреза у нас сошлись. И опять переходим к нашему экрану. Меняем координаты. Как мы видим, смещение по оси Y у нас составляет 0,4 миллиметра, а по оси A 2 градуса. Соответственно, как и в прошлый раз, мы делим это расстояние на 2 и прибавляем к нашему значению, которое мы задавали изначально. То есть, так как у нас по Y было 5 миллиметров, соответственно, пишем 5 и 2. 5,2. По оси A у нас составило 2 градуса. Соответственно, чтобы определить нулевую точку, делим 2 градуса на 2, получается 1, и прибавляем сюда единицу. То есть, получается 89. Все. Оси у нас обнулены. Можно приступать к работе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok